21 января, 156-й километр трассы Минсгомеля, 18.45, за окном кромешная тьма. Грузовик движется по дороге, впереди человек. Пешеход идёт по проезжей части и катит велосипед. Дальнобойщик сбивает человека от полученных травм, мужчина погибает на месте. Одна из причин трагедии – отсутствие световозвращающих элементов. Госавтоинспекция не перестаёт повторять. Гулять в тёмное время суток необходимо с фликером. Это самый простой способ спасти себя от опасности. Только за 2020-й на дорогах Бобруйского района было совершено 5 наездов на пешеходов. 23 получили ранения, 8 человек погибли. Вооружить всех световозвращающими элементами может самостоятельно и каждый руководитель. По такому пути решил пойти Виктор Петрушенко. Директор компании «Зелёный бор» всем своим сотрудникам выдал безопасные аксессуары. Рядом человек в форме. Выступление перед рабочими хоть и короткое, но эффектное. Инспектор ГАИ в качестве аргумента привёл неутешительную статистику. Совместные мероприятия с госавтоинспекцией проводим для безопасности движения, чтобы народ двигался с светоотражающими элементами, чтобы было безопасно на дорогах, чтобы меньше было аварий, меньше было несчастных случаев, чтобы люди жили счастливо и достойно двигались по дорогах, чтобы не мешать другим участникам движения. В целях безопасности дорожного движения обозначили их. То есть, может быть, тот же самый работник не захочет его приобретать, но руководитель по этому поводу отнесся так положительно. И в связи с этим приобрёлся отличающие элементы, в связи с чем мы им вручили на сегодняшний день. С безопасной акции сразу на дорогу Бобруйск-Мозырь. В поле зрения инспекторов лесовозы – правильность перевозки сырья. Спикера прервал проезжающий большегруз. Данное мероприятие проходит у нас 27 по 5 февраля текущего года. Так, разрешение. Всё, перегруза. Связан лес? Плохо. Отметка в талоне и штраф. Итог остановки инспекторами машины. Напомним, комплекс профилактических мер по контролю за соблюдением перевозки леса продлится в области до 5 февраля. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.